Привет друзья, этот выпуск будет посвящен созданию сайтов и заработку в интернете. Мы поговорим о профессии, которую совсем не сложно освоить, но которая позволяет тысячам людей работать удаленно со своего компьютера или найти работу в веб-студиях. Разберемся, что она из себя представляет и что нужно, чтобы ей овладеть. А это видео вышло благодаря поддержке Академии Верстки. Это школа онлайн обучения веб-разработки, которая выпустила и трудоустроила уже более тысячи веб-разработчиков. Кстати, эти ребята организовывают крупнейшую онлайн-конференцию по веб-разработке, которая называется WebDevSummit. С 22 по 24 июня, 3 дня, 25 докладчиков будут освещать вопросы веб-разработки, веб-дизайна, SEO, фриланса и удаленной работы, а также развития своей собственной веб-студии. Я и сам планирую принять участие в этом событии. И да, участие в конференции бесплатное, только вот количество мест ограничено. Так что поспешите. После регистрации по ссылке в описании вы получите доступ к специальной платформе, где сможете смотреть прямой эфир с конференции и задавать вопросы в режиме онлайн. Около 30 часов насыщенной и полезной программы особенно помогут новичкам. Вы будете чувствовать себя увереннее в сфере веб-разработок и даже сможете найти новые бизнес-связи. Участники конференции также получат электронный сертификат, который можно будет приложить к резюме. Все подробности в описании. Ну а теперь поговорим подробнее о том, что такое верстка. Возможно, вы первый раз слышите об этом. Тогда, если сказать просто, верстка сайтов – это создание дизайна или внешнего вида страниц сайта с помощью языков разметки, вроде HTML и CSS. Дело в том, что дизайн сайта – это больше, чем картинки и надпись. Это можно сравнить с дизайном интерьера. Дизайнер создает проект, картинки, как будет выглядеть комната. Но потом по этой картинке, образно говоря, нужно создать ремонт, мебель, аксессуары, каждый из которых производится отдельно из разных материалов и деталей. В результате ремонта получается комната, как на картинке дизайнера. Так же и с сайтами. Дизайнер рисует шаблон или картинку, как должен выглядеть сайт. Но чтобы он так выглядел, нужно с помощью кода или языка разметки разместить разные детали и элементы сайта на своем месте. Тогда картинки, надписи, разные модули сайта будут стоять на своих местах, какой бы ни был экран у пользователя, каким бы браузером или каким бы устройством он не пользовался. И это работа творческая, потому что сделать один и тот же внешний вид сайта можно разными вариантами кода, разными методами. Но важный плюс – это не так уж и сложно. На нашем канале пока без проблем, например, есть бесплатный курс по основному языку верстки – HTML. Чтобы рассказать все об этом языке, понадобилось 8 уроков менее чем по 10 минут. Конечно, это только основы. Современная верстка сложнее, но все же очень многие могут ее освоить и найти работу по этой профессии, в том числе удаленную работу со своего компьютера и своего дома. Что нужно, чтобы освоить верстку и начать зарабатывать? Первое – понять и выучить язык разметки HTML. Это самый простой шаг. Можете использовать наш курс, там максимально просто изложена эта тема. Второе – научиться пользоваться таблицей стилей CSS. Это дополнение к HTML, которое позволяет расширить его возможности и делать стильные сайты. С помощью CSS можно с точностью до миллиметрика настраивать размеры разных элементов, их расположение по отношению друг к другу, использовать всевозможные цвета, шрифты текстов. Тут уже появляются эффекты прозрачности, и совмещая разные картинки, настраивая их положение и прозрачность, можно делать красивые страницы и даже красивый эффект. Изучение CSS потребует немного больше времени, но тут также все не очень сложно. Нужна только внимательность к деталям и немного усидчивости. Это еще не программирование, это разметка или размещение деталей на нужные места. Если сравнить с интерьером, то это не создание мебели, это только ее сборка и расстановка по местам согласно макету дизайнера. Все не так уж и сложно. Но уже изучив это, вы можете делать сайты и зарабатывать как верстальщик. Третий шаг. Если вы освоили все вышеуказанное, следующий уровень это использование скриптов JavaScript, например популярного скрипта jQuery. Эти уже готовые коды, которые можно вставлять на свой сайт и управлять ими, делают спецэффекты на сайте. И это уже близко к программированию. Да, разобраться будет уже сложнее, чем с HTML и CSS, но при настойчивом изучении или помощи преподавателя, например в Академии Верстки, и этот навык вам покорится. Другой вопрос. Где найти работу верстальщику, знающему HTML и CSS? Чаще всего работу по верстке ищут на биржах для фрилансеров. Там можно поймать отдельные недорогие заказы. Вот некоторые популярные биржи. Но учтите, что там немалая конкуренция, и нужно терпение и поиски, чтобы вырвать себе заказ. Немного другой тип поиска работы на вот этом сайте, Cowork. Он мне больше нравится, чем биржи фрилансеров. Если решите тут зарегистрироваться, переходите по моей ссылке в описании. Тут немного другой подход к работе. Вы можете выставлять услуги и работы по конкретной цене, а уже заказчик выбирает вас в качестве исполнителя. Ну и наоборот, он может выставлять заказы, а вы предлагаете ему цену и услугу. На таких сайтах можно найти и постоянную работу. Но чтобы постоянно работать на какой-то фирме, лучше воспользоваться специальными сайтами для поиска вакансий. Например, Headhunter, сокращенно HH. Теперь вы немного больше знаете о создании сайтов и увидели, что в этой сфере вполне реально найти работу. Недавно мой знакомый, который несколько лет проработал на заводе в одном из городов Украины, после нескольких месяцев самостательного изучения все-таки освоил верстку и уже переехал в Киев, получив работу в веб-студии. Так что это реально. Нужно только вложить немного времени и сил. А еще нужно поставить лайк под этим видео, подписаться на канал пока без проблем и написать комментарий с вашим мнением об этой работе. Или же вопросы. Это будет первый шаг на пути к успеху. Спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч в эфире.